Владимир Романович, здравствуйте. У вас проходит сбор команды до 20 лет. Вы готовитесь к чемпионату Европы. Как у вас все проходит? Над чем сейчас работаете? Какие ближайшие планы и, собственно, планы уже на чемпионат? В принципе, все проходит по плану. Скажем так, заранее подготовленного. Ребята приехали в более-менее удовлетворительной форме. Не все, конечно, но мы пытались первый-второй цикл совмещать фактическую работу с более-менее сильными физическими нагрузками. Были проведены несколько тренировок именно по повышению функционального состояния игроков, потому что не все были в одинаковой хорошей степени тренированности. Радует то, что те наши баскетболисты, которые приехали из-за границы, это натяжка Кондратьев и Лебединцев, приехали в нормальной спортивной форме. В целом ребята работают очень хорошо, претензий по большому счету нет. Стараются. Получили достаточно большую тактическую базу, при помощи которой можно уже решать какие-то вопросы. Будем пробовать уже в Турции на турнире, какие-то заготовки домашние. И сегодня у нас начался третий цикл, в котором мы уделим внимание больше уже тактики. Уже не так будет физплоток, как тактика. И поедем в Турцию на контрольные игры. У нас ждет пять контрольных игр. Достаточно хороший турнир с командами Франции, Турции, Польши, Хорватии. Турголовный турнир. И мы 27-го сюда прилетаем. Где вы играете? В Анкаре. 27-го числа мы прилетаем. Пару дня отдыха. И 1-го, 3-го, 3-го у нас будет еще три контрольных поединка со сборной Белоруссии. И 6-го числа мы улетаем на чемпионат Европы. А с Белоруссией где вы играете? Здесь. В этом зале? Здесь, в этом зале, да. У нас в Турции. И 6-го числа мы улетаем в Хорватию, где с 8-го числа начнется для нас чемпионат Европы. У вас сейчас 14 игроков. Было, по-моему, больше, да? Было 17 игроков. Значит, мы внимательно просмотрели всех. Посоветовались и решили, что... Чумаков, Овчинников и Добриков. Вот и три человека, которых мы отправили после первого цикла. Вот, то есть мы посоветовались, когда сложно было принять какое-то решение. Но мы приняли, что именно эти игроки на сегодняшний день не попадают в состав на поездку в Турцию. Хотя по работе никаких претензий нет. А в Турцию вы везете 14 игроков, которые сейчас... Да, и всех внимательно будем просматривать там. Хотя, по большому счету, косяк, скажем так, уже определён. То есть нам остаётся просто, может, какие-то штрихи. Такие вот просмотреть. Подробно тех ребят, на которых мы всё-таки... Хотелось бы рассчитывать, которые смогут помочь тем основным игрокам, которые уже есть. Вот. И на чемпионат Европы после игры с Белоруссией мы уже определим 12 человек, которые пойдут непосредственно в Хорватию для участия в чемпионате Европы. То есть игроки чувствуют конкуренцию, у них есть мотивация сейчас бороться и... Очень, очень на высоком таком накале проходят все игровые упражнения, все, скажем так, взаимодействия 5 на 5. То есть никто не... Ну, как, не то, чтобы не бережёт себя, но все играют с полной отдачей, работают. И мне это очень нравится, что действительно сильнейший поёт на чемпионате Европы. А какие задачи ставятся на чемпионат? Естественно, нужно ставить перед собой самые высокие задачи. Не знаю, какие задачи поставит перед нами руководство. Но я хотел бы, чтобы наша команда всё-таки не играла за 10-е, 12-е, 16-е места, а попала хотя бы в 8-ку и уже там пыталась пробиться, подняться как можно выше.